Рассмотреть ситуацию в каждой школе в отдельности и принять решение о возобновлении учебного процесса в начальной школе. С такой целью прошла расширенная коллегия. Неоднократное обращение родителей и педагогического состава в Министерство образования и науки заставило задуматься о поэтапном выходе из карантина. Дело в том, что дети в начальных классах плохо осваивают новый материал, и из-за этого создаются пробелы в школьной программе. Педагогам при выходе на работу придется возвращаться к пройденным темам и параллельно работать над текущей программой, что создаст немалые трудности в работе учителей и значительно затруднит освоение детьми преподаваемого им материала. Речь идет о начале работы с 1 по 4 класс. Директора школ отчитались о ситуации внутри школ. Гораздо лучше сейчас складывается эпидобстановка в сельских школах. Кроме того, было принято решение выработать в каждой школе индивидуальный план работы на время карантина. Сбор информации о состоянии переболевших педагогов продолжится сегодня и завтра для того, чтобы точно определить количество педагогов начальной школы, которые смогут выйти на работу. Тем педагогам, которые попадают в зону риска или находятся в преклонном возрасте, предоставляется возможность самоизоляции. Директора школ могут решить вопрос возобновления учебного процесса классов данных преподавателей путем использования кадрового потенциала школы и интернет-ресурсов по отдельным темам. Во-первых, школу нет, отопления нет, подготовиться нормально. В-третьих, учителя у меня в основном переболели 80%, и они еще очень слабые. Просьба от учителей дать им срок на восстановление. Не могут пока в полную силу работать. А так мы готовы в понедельник выйти. Все осознанно к этому относятся. На время карантина начальные классы, вышедшие на традиционную форму, продолжат обучение в форме пятидневки. Суббота и воскресенье объявлены для них выходными днями. Во вторник мы поэтапно, поэтапно включаемся в образовательный процесс. Дай Бог, вот сейчас последние два-три дня приятные новости идут о количестве уменьшения, количество заболевших. Дай Бог, чтобы мы вот какой-то этап пройдем вот в такой форме, а потом сможем уже подключить всю школу. Вот во всяком случае другого, скажем, варианта решения этого вопроса на данный момент. Среди руководителей школ были озвучены просьбы о том, чтобы возобновить учебный процесс новой недели, чтобы подготовить школы, и педагоги, которые отболели, смогли восстановиться после болезни. В начальной школе у меня 10 классов, все они готовы, кроме одного педагога выйти. Одна у меня в положении, но она сказала, что выйдет, если мы начнем учиться, и ничто ей не мешает. Одна учительница уже переболела, она лежала в больнице, очень сложно у нее все протекало, у нее есть уже антитела тоже. Она, вот в общем, готовность, вот кроме этой одной, остальные готовы выйти. Что касается педагогов, они просили передать еще, может, мы еще неделю подождем. Вот одну неделю, может, что-то устаканится, или вот это пойдет вниз, вот эта кривая, так называемая, неделю подождем. Решением коллегии со вторника 24 ноября возобновляется учебный процесс с 1 по 4 класс. Кроме того, речь шла и о работе дежурных групп в государственных детских садах. По словам исполняющего обязанности Министра образования и науки Натальи Гассиевой, при необходимости, если дежурные группы будут заполнены, будут открыты дополнительные группы. В детские сады у нас работают пока в прежнем режиме дежурные группы, но в эти группы приходят дети, работающие родители. Некоторые садики, к сожалению, воспитатели неправильно объясняют, что это только дети сотрудников медицинских, значит, медслужбы, врачей, медсестер и так далее. Нет. Мы просто сказали, что так, как группа ограниченное количество может принять детей, в первую очередь, в первую, работников медицинской службы. И также, в смысле, если, конечно, они обеспечены, те дети, чьи родители обязательно должны быть на работе. Потому что республика стоять не может. У нас идет работа. Всех работающих. Всех работающих родителей по возможности. Если их будет больше, чем на одну группу, будем думать о том, чтобы открыть еще одну дежурную группу. Со вторника начинается поэтапный выход из карантина пока для младших классов и дошкалят. Каким будет дальнейшее развитие событий в сфере образования, зависит от темпов распространения вируса. Яна Плеева, Александр Кукоев. Информационный выпуск сегодня.